о съемка здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной выпуск новостей а меня зовут евгений и у нас прямое включение ну что я предлагаю поговорить о том что было интересно за прошедшую неделю в японии остановился завод daihatsu ford построил самый быстрый пикап отечественный автомобиль атом который еще не вышел уже получил модификацию для такси с распашными дверьми на бывшем автозаводе bridgestone будут выпускать резину под новым брендом по трассе m12 от москвы до казани открыли движение опять же автоваз отличился чем отличился узнаем в новостях в государственной доме нашли способ снизить стоимости на новые автомобили обо всем этом да поподробнее не уходите будьте с нами про автомобильную компанию daihatsu они остановили 21 числа свой завод в японии причина остановки этого завода скандальная история с фальсификацией данных краш-тестов в ходе сертификации автомобилей это значит то что брали машины daihatsu выпускали машины и фальсифицировали данные о прохождении краш-тестов то есть может быть там ниже скорость была или может быть я не знаю наваривали там чё снизу эти автомобили не настолько безопасны как заявлено автопроизводителям автомобили daihatsu выпускают насколько мне память не изменяет только маленькие кейкары это с двигателем 07 и по моему там литр с чем-то все нашу страну ругают о том то что вот у нас здесь все криво косо посмотрите на передовую страну как-то называется страна восходящего солнца япония и все эти сакральные автомобили тоже имеют недостатки и именно эти недостатки скрываются в упущениях сотрудников этими сотрудниками было допущено порядка 170 нарушений причем сознательно они знали на что шли ну и теперь давайте поговорим про самый мощный пикап в мире этим пикапом стал ford raptor они сделали ford и 150 raptor р двигатель который стоит в нем от шелби gt500 они его форсировали с 700 до 720 лошадиных сил 868 крутящего момента остались неизменными и вот эти вот 20 лошадиных сил ford к себе прибавил и обогнал тем самым ram 3x у которого 702 лошадиные силы который считался на сегодняшний день самым быстрым пикапом серийно выпускаем ну и кстати сейчас вот здесь появится qr-код можете пройти в наш телеграм-канал у нас автосалоне стоят 3x и классные обалденные новые кстати скоро приедет пикап от компании ford а какой следите за нами подписывайтесь на наш канал и мы будем сравнивать его с 1500 или старый x и также ко всему прочему теперь мы возим запчасти на эти машины а именно это кузовщина какие-то расходные материалы и так далее и так далее за всеми подробностями в нашу группу в телеграме ссылки будут в описании и мы продолжаем ну и теперь давайте поговорим про завод bridgestone который находится в ульяновске там скоро шины bridgestone будут выпускаться под новым брендом и на самом деле это отличная новость станки все у них осталось раньше они клепали хорошую шину сейчас просто переименуются и на этих же станках будут клепать дай бог такие же шины вопрос только конечно в сырье будет ли такой же каучук будут ли такие же там ну резина смесь вот это и так далее так далее так далее был у нас макдональдс стал у нас вкусная . как говорится тот же самый только в другой руке но с маленько другим вкусом ну да ладно самое главное то что больше тысячи сотрудников останутся на своих рабочих местах и будут дальше получать зарплату кормить семьи и сам этот завод в ульяновске будет работать платить налоги и так далее так далее что будет способствовать развитию этого региона пожелаем им удачи на шинном рынке россии ну и теперь новости про автоваз аж маленько так вот что-то странное короче творится с ними в автовазе какие-то там документы крадут у них то там они какой-то двигатель старый решили возродить а теперь на самом деле они решили дать взадать заднюю и что сделали да ребятушки да у них был концепт если так его можно назвать это был автомобиль господи как это называлось лада x cross дьявол кроется в деталях а именно в том то что это сока новая машина она не новая это китайский фав на его сделали презентацию переклипали шильдики сказали теперь это будет о господи божественная лада там полторашка 160 сил семиступенчатый робот но просто ребят ну что я не поверю то что у нас на заводе автовазе на этом автогиганте просто нет людей которые когда-нибудь просто пнут дверь того кто вот эту просто делает и скажут блин чувак почему мы не туда свернули нас что нет людей в стране те которые могут нарисовать сами машину нормально на автовазе короче работает по ходу несколько отделов первый отдел это ребята те которые собирают эти машины и второй отдел это пиар-менеджеры потому что все время на автовазе счет происходит он новостями прям вот так вот прям плещет с одной стороны идея это хорошие выпускать грубо говоря китайские машины под нашим брендом под лады под москвичом самое главное опять это же сделано тоже не просто так это сделал не для того чтобы нас всех на на и обмануть короче а это сделано еще для того чтобы рабочие места были заняты чтобы люди работали и так далее и так далее что короче делали потому что у нас рынка ушли все и к нам пришли товарищи из китая и начали клепать свои машины продавать в общем наш рынок начинает насыщаться именно китайским автопром но автоваз понятно за ним не успевает и тоже хочет как-то попасть в эту стезю и начинает выпускать стараться выпускать лада x cross но посмотрим что будет дальше с нашим автовазом дай бог ему здоровья так сказать и теперь давайте мы поговорим про то как наше правительство придумала сделать новые автомобили дешевле они предложили в госдуме сделать законопроект о том то что при покупке нового автомобиля сделанного на территории российской федерации делать налоговый вычет соответственно налоговый вычет это такая же тема как вы купили квартиру или там что-то там и в ипотеку например платить и подаете каждый год данные в налоговую и вам сколько-то там не знаю сколько там процентов вам налоговая возмещает ну и соответственно здесь решили сделать ровно по такой же схеме пока у них это все идет в рамках обсуждений потому что продажи новых автомобилей упали очень сильно в несколько раз и нужно как-то стимулировать покупку новых автомобилей потому что опять же сейчас люди не понимают стоимость машин и в общем все как обычно все как всегда покупай сегодня а то завтра от этого не купишь инициатива хорошая поддерживаю главное чтобы ровно на этот процент вычета машины не подорожали когда иногда бывает в общем поехали дальше и давайте теперь еще поговорим про автомобиль атом автомобиль а там это детище камаза и на самом деле эту машину решили выпускать ну сделать модификацию для такси у нее будут двери распашными ну как у роллс-ройса короче вот это для удобства входа выхода ну если чё там можно пострелять из-за этой двери помните мы фиджи крузер снимали обзор если не помните он будет в описании и там двери тоже вот такого типа и самое что интересное то что у этих машин то нет на дороге серийное производство машина пойдет в двадцать пятом году и кстати напомню то что это электромашина они таких компактных размеров главное чтобы это не получилось с этой камой как с ее мобилем прохоров да по моему был основателем завода да он как илон маск собрал деньги с людей но что-то пошло не так там раздали вернули деньги или не вернули деньги я уж не знаю но будем надеяться что с камой получится все хорошо потому что завод камаз это все-таки серьезная организация которая выпускает достаточно неплохую технику будем надеяться то что вот эти вот малыши-карандаши которые называются атомами будут как реально как атомы летать по нашей необъятной стороне взад-вперед назад туда-сюда ну да кстати в базовой конфигурации атом будет представлять собой четырехметровый пятидверный кросс хэтчбэк с запасом хода 500 километров на электротяге ну дай бог дай бог дай бог посмотрим ну и давайте теперь поговорим о реально классной новости то что наконец-то запустили движение по трассе m12 москва-казань протяженность этой дороги составляет 810 километров благодаря ей время в пути от столицы до казани на машине сокращается с 12 до 6 с хвостиком часов строительство дороги будет продолжаться и после казани в двадцать четвертом году ее продлят до екатеринбурга в двадцать пятом до тюмени еще чуть-чуть до новосибирска дойдем до москвы за день летать будем кстати если пока еще не на чем летать вот здесь вот qr-код у нас там много машин трекс и еще кстати быстрой машиной чтобы прям вот так быстро долететь туда обратно от москвы до казани для легковых автомобилей цена составить четыре тысячи четыреста восемьдесят один рубль а для грузовиков 9900 рублей от нижнего новгорода до казани на легковушки проезд обойдется в одну тысячу шестьсот шестьдесят рублей а на грузовике в 3 912 рублей при оплате с помощью транспортера тип с стоимость будет дешевле на 15 процентов напомню что такое типас это специальная приблуда ставится в машину вы на нее пополняете денежки и подъезжаете к пункту сбора платы на платной дороге и у вас автоматически списываются деньги со счета и вы пролетает и дальше с японии машины когда приходят машину включаешь она пить и сикадо киракури карасай что-то такое короче говорит это типа говорит вставьте там что-то карту вот это вот в транспондер кстати открытие этой трассы проводил лично президент по видеоконференции это автомагистраль там 110 знаки стоят 120 едешь на круизе все постоянно одна и та же скорость расход бензина соответственно ниже ну и усталость от дороги конечно же ниже ну а самое главное это время пользуйтесь дорогами они нормальные я ездил от новосибирска до абхазии и видео тоже будет в описании дороги хорошие у нас ездить путешествовать можно ну а с вами был я евгений и не забывайте о том то что у нас автосалоне стоит много классных машин ссылки будут в описании qr-код вот здесь и также еще напомню о том то что теперь мы возим запчасти для американских автомобилей и не только кузовщину и расходники вот но я желаю вам в новом году всего самого лучшего хороших машин классных дорог всего того что вы сами себе пожелаете самое главное здоровье и побольше времени проводите семьей и близкими все всем пока